Добрый день! В эфире Рявунг ТВ. У нас на связи политолог из Москвы Марьям Хоусяпиан. Добрый день, Марьям! Спасибо, что вышли с нами на связь. Благодарю за приглашение. Как вы прокомментируете вот эту вот последнюю такую волну? Да, для меня было совершенно не понравимо, потому что я замечаю, что не в первый раз, а вторая либо третья попытка путем потери силы в творе, путем шкаерства поднять и дискредитировать, как красиво, как и вот. Для меня непонятно, почему было создано данное шоу, то есть почему нельзя было параллельно обратиться к России или КОДКБ и параллельно говорить об этом, а не просто говорить об этом. И потом, как обычно, как было в лето. То есть таки официального обращения в принципе таки не было. Было на армянском языке в эфире Первого канала. Ну, я не знаю, насколько это правильно, но серьезно обращаться в некую структуру в эфире, да еще на армянском языке. Потому что на данный момент мы понимаем, да, любая общественная организация, любой человек, когда ему что-то надо, нужно запросить какую-то аудиторию для какой-то конференции, ты обязательно пишешь, кто, что, сколько, какой длится, скольки, да скольки, кто хочет. А тут с призывом пойти с вас в расстание на эту графику и выступать только устно, да, еще в эфире. То есть я уже в одной раз это вижу. Такое было в прошлом году, когда ситуация была сложная. И вот пока весь армянский инструмент в социальных сетях требует, ждет какой-то ответ армянской армии от АДКВ, в принципе, они ничего не могут сделать, потому что в тот момент они никакого обращения еще не будут. Ситуация даже такая интересная была с прессом АДКВ, которому как единственному компетентному человеку на связи с журналистом задали вопрос, было ли вам обращение, что вы можете сказать, на что он ответил. Из серии на данный момент не могу ничего вам сказать, я скажу, может быть, завтра. Что-то я могу вам сказать. И некие армянские сайты опять начали контролировать из серии, вот вы там где-то спите завтра, после завтра. А по факту, если бы кто-то из Армении был на связи с данным журналистом, может быть, она и не призвалась до него. То есть, в принципе, это делается целенаправленно, умышленно, с целью дискредитировать армяно-российские отношения, получается? Ну, большие действия, что начинаются с этой целью, я пока не подпишусь, но что в данной ситуации будет попытка в очередной раз дискредитировать, и так уже не с высоким рейтингом организацию. В социальных сетях распространяются видеоролики, где азербайджанцы унижают армян. Это происходит в российских городах. И некоторые телеграм-каналы говорят, что если правоохранительные органы должного внимания не уделят этим инцидентам, то это может привести к новой абрикосовой войне. Хотели бы услышать, что на самом деле происходит в России и какова ситуация между армянской и азербайджанской диаспорами? Для начала хочу отметить, что для России без разницы армянской, азербайджанской, или казахской диаспорой, если в первую очередь надо предупредить законы, что быть законопослушным, без разницы, от какой национальности идет угроза, то правоохранительные органы держат руку на пульте. И, как мы уже видели во время абрикосовой войны, если вы помните, я в своих бывших интервью говорила, что по всей России с противописи правоохранительных органов были в действии для того, чтобы предотвратить некие такие ситуации. Что касается возможного повторов после войны, я об этом говорила в начале вентилятора, когда началась крутиться постоянно физикпарат в связи с армянами и азербайджанскими в Москве. Это в серии двое армян побили Распор Сафаров. В том случае, когда вход въезд в Россию в Сафару просто запретил. Потом началось крутиться, что какая-то девушка против лаврова, опять армянка, лаврова бутылку воды для дезинформации. Потом пришла, можно сказать, такая вот самая, пришел такой самый пик дезинформации, это была история с некой Яковлениной Матрия, которая типа попила здесь в России трех азербайджанцев. К сожалению, армяне ликовали на этом выдуманном истории. И в тот момент, когда я говорила, что это дезинформация, это не действительности, меня мало слушали и даже не хотели об этом слышать. И я помню, что многие говорили, типа, ну, если это даже так, это дезинформация, то зачем об этом говорить, зачем опровергать, оставьте, будем давать некий миф. Смотря, я еще в тот момент рассматриваю вот эти, потому что это все за недельку, по-моему, произошло, столько дезинформации. Я уже понимала, что приходит некая ситуация, повтор прихосовой войны. И у меня уже тогда было такого, потому что, если мы помним, 44-х дневная война, она началась как-то прихосовой войны в Москве. И у меня уже, я поэтому вилла в тревогу. К сожалению, ко мне присоединились некие информационные источники. К сожалению, до сих пор правоохранительные органы Армении не показали результативность по поводу этого парня, который выдумал эту историю, распространял это, тут сам РПЦ, который сидит у себя в Ереване, либо в Банглодеше, либо в Эребуне, и сочиняет, распространяет информацию, создав некие несколько серий данной информации. Сначала она потом, якобы, ее двородный брат потом, якобы, он юрид, потом, якобы, какой-то бизнесмен взял все эти затраты за свой счет. И я часто видела, что очень много аккаунта, вот много, да, практически весь сегмент СМИ полностью, да, они все репостили эту дезинформацию и были, так сказать, не готовы слышать реальную точку зрения, критику, что это неправда. Но, слава Богу, в какой-то момент обратный отчет пошел, и потихонечку начали представители СМИ уже, даже те, которые у себя выкладывали, информацию, они начали уже, так сказать, сбились с реальностью и поняли, что это ведет в некую не совсем красивую историю. Поэтому начали уже опровергать, в принципе, данную историю мы полностью опровергли, а потом пришла некая информация еще, что бизнес-центром Крумянцева, владелец которого Армянин, и там есть навигации под цветом, и, в общем, в каком-то коридоре у них совокупность этих навигаций вышел как ветфлага Азербайджана. И якобы, опять-таки, армянские некие непонятные источники выдуманно писали, что азербайджанцы угрожают погребами этот бизнес-центр, что тоже не совпадало реальности, потому что бизнес-центр спокойно себе жил, никто его не трогал, и они никого не трогали, и плюс эти навигации у них уже в 80-х существуют, об этом азербайджанская медиа вспомнила только вот на днях попыткой опять в Москве создать ситуацию как в 20-м году, в июле, как мы его назвали уже априкосовая война, что, я так понимаю, имело свое последствие уже переносить этот конфликт на границу, ну, то есть тот же сценарий, то есть в 20-м году, была априкосовая война, он с 4-х недо, и к большому моему сожалению, к этой манипуляции осознанно, либо неосознанно, присоединяются армянские медиа, армянские некие там пользователи, даже к моему большому удивлению, бывшие депутаты, которые о себе в принципе серьезное впечатление ранее оставляли, они тоже были присоединены к этой дезинформации и чисто приобретение новых лайков, просмотров, я не знаю, для чего, то есть актуальность сегодня уже побеждает здравый разум. Ну, самое интересное было именно в том, что достаточно авторитетные и серьезные издания распространяли эту дезинформацию касательно вот этой истории с девушкой, которая якобы избила трех азербайджанцев, то есть это и какая-то по отношению к армянским СМИ, да, это бьет по репутации в целом, и если получается, что именно армянский пользователь намеренно распространяет, создает и распространяет такие мифы, то можем мы в принципе констатировать, что по нескольким направлениям это бьет против армян. Я хочу тут сделать вывод, что, если честно, впервые армянская медиа изображение оно так низко упало. Ранее мы всегда анализировали, видели, что дезинформацию в основном пишут, распространяют, кто предзайл, только Азербайджанцев. Впервые, я вот за последние восемь лет точно скажу, что впервые армянская медиа вот так низко упала и начала вот от до второго репостить эти дезинформации. А по факту, если просто углубиться, посмотреть, то там на самом деле ничего даже близко к реальности не было. Крутились фотографии, девушки, конечно, по имени Диана Мартиросян, но которая живет в Ереване, которая никак не связана с той историей, про которую говорили. или даже начиная с первых предложений, которые говорили, что Диана возвращалась в спортклубах и по дороге ей там что-то сказали. В тот период в Москве вообще-то локдаун, никакие клубы не работали. Потом параллельно купились фотографии некой красивой девушки, которая американка и которая модель по спортивным продуктам. и в общем очень многие это распространяют так, что Диана то есть ну вот настолько отврачить народ я бы не хотела видеть и не хотела бы позволить, чтобы нас только отврачили. Но к сожалению первая информация между прочим была на каком-то непонятном очень непонятном источнике куда заходишь и сразу видно что там умер кто-то и тоже не была информация. Она ссылается на поле непонятной источник стоит там ссылка заходим туда там еще все плохо и насколько я понимаю в серьезных митера этот старт пошел после того как этим поделили старт лекарь пасхорт и у меня к ним остались множественные вопросы и почему они этим поделились может быть есть некая договоренность со всей этой цепочкой откуда это исходило может быть что-то общее между данным аэропеттианом сами и Эдкарамасом потому что об этом подтверждали только и они и остальные медиа уже подумав что Эдкарамас это серьезная редакция начали параллельно это все писать мариам спасибо большое за ваши комментарии спасибо спасибо и спасибо Продолжение следует...